Друзья, всех приветствую! Есть у нас, точнее, ну не у нас, это меня попросили, пригнали ко мне сюда домой, кемпер вот такой вот, домик на колесах, и буду я в нем устанавливать солнечные панели и, так сказать, создавать автономное электроснабжение, чтобы даже без машины там заряжался аккумулятор. Друзья, сразу скажу, что конкретно здесь только в сцепке с автомобилем, да, передавалась энергия на слаботочные, так скажем, да, потребители внутри, по крайней мере, как сказал хозяин. Вот, если я ошибаюсь, и такой вид кемперов обеспечен еще и вторым аккумулятором, скажите, ну конкретно здесь сейчас стоит второй аккумулятор. Блин, какая птичка звонкая. Давайте начнем с того, что вот так подвели сюда 220 вольт, которые заходят от инвертора, который стоит в автодоме. Тут есть сцепное устройство, да, и вот такой вот разъемчик. Он подает 12 вольт от аккумулятора автомобиля. Вот, давайте вот так сделаем. Уже непосредственно вот сюда куда-то, сейчас я это все буду разбирать. Также здесь есть вот этот проводок, как сказал хозяин, да, для того, чтобы на стоянке где-то можно было подключиться к линии, убрать энергию из розетки. И судя по тому, что здесь в комплекте есть вот такой вот у нас холодильник, он на газу, и, ну, 220 вольт и 12 вольт. Туда, думаю, 220 вольт здесь входят. В рундук сейчас человек засунул аккумулятор второй, который каким-то образом через вот таких два провода по 2,5 квадрата подключил к системе. Он здесь развесил всякие светильнички, растянул все по 12 вольт и, отключаясь от машины, с помощью вот этого внутреннего аккумулятора, он получает 12 вольт здесь для освещения, в том числе и для работы холодильника. Вот, но, когда он подключает 220 вольт, вот те, которые вы видели ранее, да, вот здесь вот происходит баба-бум и перегорает один 20-амперный предохранитель. Вот. Как сейчас подключил человек сюда этот аккумулятор, я не знаю. Надо будет разбираться, и мы с вами в процессе это разберемся. Вот, возможно, он говорит, что там какой-то инвертор здесь стоит, ну, кто-то ему из электриков сказал, что здесь какой-то кривой синус в инверторе. Друзья, инвертор есть, вот человек его здесь купил, конечно, и попробуем его тоже внедрить, ну, какой есть, давайте так скажем, не тот, который лучше здесь с чистым синусом, какой-нибудь вольт нормальный, да, там, с режимом, спящим режимом, да, чтобы каждый раз не щелкать. Но надо будет это все дело внедрять. Аккумуляторы человек хочет в рундуке, вот там вот на улице поставить, да, соответственно, тут еще и по проводке нужно будет мучиться. Панели закрепим на кровли, тут тоже вопросы не только у меня возникают, как крепить панели на кровли таких автодомов, потому что здесь обшивка и закладные, да, где бы нам хотелось бы мы поставить. Ну, можем, конечно, но придется тут полностью разбирать мебель, а это трудозатраты отдельные. Либо покажу вам, как я уже делал на одном автодоме крепления панели, это там внедряется система в несущий каркас именно по краям самого автодома. Почему перегорает предохранитель, когда включаешь линию внешнюю 220 вольт? Я так думаю, что просто большой ток идет в этот момент на аккумулятор, да, не туда, давайте так скажем, включились аккумулятором. Вот, потому что наверняка здесь есть еще блок питания, который преобразовывает 220 вольт в привычные 12 здесь для энергопотребителей. В общем, разбираемся. Кровля у нас здесь вот такая, то есть это алюминиевый лист, вот, но, видите, либо со временем это отклеивается, а вот так вот, короче, гуляет. Размер кровли. Нам нужно знать, какую панель мы сюда можем уложить. Смотрите, 2 метра, то есть сюда 450 панелька в модификации с размером 180-190 вполне нормально уложится. Это вот как раз панель, которую как-то привезли там немножко не ту, и мы рассчитывали на автодом такую. Она идет шире и короче, и даже я уверен, в Ставрополе у нас есть такая. Не отходя от кассы, друзья, звоним Георгию, вот, и спросим, есть ли они у него в наличии. Георгий, приветствую, я там тебе в WhatsApp отправил сообщение, посмотри, пожалуйста, надо что-то 170, ну, максимум 180 высота панели, ну, и по мощности, чтобы было 400-450, да-да, посмотри, там ты поймешь, о чем я говорю. Есть 110 шириной помещается и 170 высотой, 3 сантиметра рамочка, это 435 панельки, лонги. Это называется сотрудничество, да, я знаю, что в Пятигорске быстро, чтобы уже в понедельник, во фне, во вторник, там, в среду, да, здесь были панели, я так быстро не найду, причем даже позвонив всем. 450-е, они все за два с лишним метра, здесь это не поместится. Я помню, что когда-то рассчитывал Георгий и давал мне там расчеты, да, станции одной, и вот у него применялись там вот такие вот коротенькие по высоте и широкие по ширине панели. И да, они у него есть, и да, он согласился мне их отправить уже в понедельник. Но она здесь одна будет, если что, не подумайте, а то там я говорю их, отправить их. Нет, одну панельку он отправит. Беглый взгляд, значит, друзья, смотрите, приход, энергии, вот розетки сейчас буду тут все разбираться, вот такими проводочками, причем вот с такой, такой длины, да, подключен аккумулятор, причем он подключен, ну вот, опять же, кто разбирался, да, почему подключили именно сюда, вот. Вот, ну, я буду сейчас это разбирать, да, и почему подключили, и почему здесь сгорает конкретно вот этот предохранитель. И там, видите, какое гнездо у нас интересное, то есть явно что-то пошло не так. Что у нас здесь вообще есть, да, есть у нас 230 вольт, частота 50-60 герц, вот опять же, 12 вольт переменки и 11 вольт по стоянке. 25 вольт ампер, то есть 25 ватт, всего лишь. В общем, сейчас буду разбираться, что здесь, как и как это вообще все работает. Ну, 220 вольт, да, сюда подается, вот видно, автоматики тут все. Именно для того, чтобы на стоянках работал вот этот автодом и получал 12 вольт через вот этот трансформатор. Также здесь есть вот такой обогреватель на 220 вольт, но тоже работающий от внешней сети при подключении к источнику энергии. Ну, вот потроха, да, который здесь. То есть вот от 220 вольт и распределение на нагрузки по 220 вольт, вот эта часть. И вот это у нас 12 вольтовая система. Здесь есть, конечно, хитрости такие в виде вот диодного моста. То есть этот трансформатор-то дает переменку, нужно выпрямлять эту постоянку и переменку, вот. Но я так понял, что некоторые здесь приборы, они по переменке нормально работали. Те же самые лампы, которые, да, здесь должны стоять, не вот такие, не светодиодные, потому что тогда еще светодиодных не было. Там вот обычная вот такая лампочка. То есть она ей по барабану, как светится, на постоянке или на переменке. Но так как человек ввел уже здесь на постоянном токе светодиоды, они реально мерцают. Они мерцают. Диодный мостик вот этот вот, он слабенький, он не может тут все потребители 12 вольтовые вытянуть. Плюс здесь также вот есть единственное, я на что это у нас идет помпа. Вот она на постоянке после диодного мостика. Вот светодиоды вот эти вот, они мерцают. Вот потому что здесь переменный ток на светодиоды подается. Я на туда же, где и помпа с диодным мостиком, повесил сейчас освещение. Вроде перестало мерцать именно светодиодное освещение. Вот. И также здесь еще есть по постоянке. Сейчас скажу вам, что у нас тут есть по постоянке. А по постоянке, по факту, больше у нас ничего и нет. Вот. То есть освещение и помпа, это основные здесь потребители по постоянке. Так вот, друзья, здесь просто по умолчанию не подразумевалось, да, дополнительный аккумулятор. Соответственно, нету никаких, ну, как вам так сказать, нету силовых кабелей, которые бы от машины могли передать достаточную мощность, да, и зарядить аккумулятор. То есть тут нету DC-DC преобразователя, который бы регулируемым током, да, мог заряжать, к примеру, от автомобильного аккумулятора, чтобы по проводам по тонким не шли. Там 50-60, да, в разряженный аккумулятор дополнительный, да. Нету этой DC-шки. Ее здесь просто, я вот схему здесь нашел, электропроводки. В схеме никаких DC-шек тоже нету. Есть вот только трансформатор, видите, да, из 220-12. Дальше пошли 220-вольтовые потребители и пошли 12-вольтовые потребители. Все. То есть схема простая, простая, без всяких умных гаджетов. Соответственно, друзья, просто поставить здесь аккумулятор и подвести на эту плату, да, которая раздается 12 вольт на потребителей, не получится. Потому что здесь же на эту же плату, друзья, приводится напряжение с автомобиля по проводкам, да, вот через этот коннектор специализированный для фургонов. И он там тонкие провода. Соответственно, если по этим проводам пойдет неконтролируемо из автомобильного аккумулятора в этот дополнительный аккумулятор зарядный ток 50 ампер, но он просто сгорит. Я сейчас вам покажу толщину проводников, которые пришли от раздаточной коробки, оттуда, от автомобиля. Питание от авто. Ну, тут в лучшем случае полтора квадрата, друзья. В лучшем случае полтора. Я думаю, вам понятно, да, как мерцают светодиоды, работающие на переменке. Вот эти два клеммника, у них выход, переменка обычная. И вот вы видите, в экране сейчас мерцает, как лампа. Еще, друзья, смотрите, показывал я вам, да, как работает здесь на переменке. Подключил я внешнюю сеть 220 вольт через этот трансформатор, выдавало 12 по переменке. И здесь люди сделали телевизор, я его уже снял, чтобы он не пах. Вот такой прикуриватель. И телевизор работал именно от 12 вольт. Но они подключили его в ту, ой, не знаю, ну вот так они его подключили. Ну, и вот, видимо, люди никогда не использовали этот телевизор при подключенной внешней сети 220 вольт. Да, видимо, недавно его поставили. И он, работая в переменном напряжении 12 вольт, там что-то запахло внутри. И выгорел блок питания внутренний. Буду чинить, либо покупать новый людям телевизор. Вот, то есть этот косяк люди видели. Ну, вот говорю, не запитывали, видимо, телевизор от внешней сети. И у них все не сгорало, так скажем, потому что не было этого еще. Ну, я спалил. Ничего, решим эту проблему либо деньгами, либо ремонтом. Куда деваться. Но, это вот подчеркивает, друзья, что, ну, нельзя просто взять в автодом, в котором не было предусмотрено второго аккумулятора, да. Не было предусмотрено вот таких светодиодных вот лампочек. Взять, типа там, в какой-то контакт воткнуть внешний аккумулятор 12 вольт, и все будет хорошо. Нет. Здесь вот как раз-таки и возникают эти сложности. Причем я вам скажу, что недавно был автодом, он за кадром собранный. Там сам клиент, да, не захотел, чтобы снимали, вообще ничего не показывали. Но там сам автодом по умолчанию подразумевает дополнительный аккумулятор, который может заряжаться как от сети 220 вольт, так и от силовых кабелей аккумулятора. Там стоит специальный DC-DC преобразователь, который не тянет по линии, да, от автомобиля до уже самого этого автодома, да, прицепа. Большие токи. Он тянет потихонечку 10 ампер и заряжает через DC-DC преобразователь. Соответственно, здесь тоже можно и нужно, если уж на то пойдет, да, внедрять этот DC-DC преобразователь. И в том автодоме, там внедрять солнечную энергетику, ну, проще простого оказалось. То есть просто поставили контроллер, проложили проводники до уже существующего аккумулятора, да, подсоединили, получили второй приход энергии, да. То у нас было два от автомобиля и от внешней сети 220 вольт. А еще получили от солнечной батареи, да, приход энергии. И инвертор мы там поставили, его не было. Вот там не было инвертора. То есть 220 вольт в том автодоме возникало только при подключении к внешней сети. Ну вот, там с помощью трехпозиционного рубильника удалось просто внедрить либо работу от сети, и все 220 вольт, да, есть на стоянке, либо переключая рубильник, те же самые 220 вольт уже начинали идти в розетки именно от инверторной части, уже установленной в этом автодоме, ну, в кемпере, в прицепе. Разобрал телевизор, значит, друзья, смотрите, вот эта штучка распаялась, ну, она так нагрелась, что вон даже от нее катушка индуктивности отвалилась, и вот в такое превратился, причем, смотрите, сейчас, хоп, переменка в этом автодоме, переменка, хоть и 12 вольт, но переменка. Сейчас буду искать вот такую платку. Мы с вами едем сейчас, друзья, за запчастями. Провода, контроллеры, крепежка, проходки, в общем, все по порядку. Давайте немного подробнее о нюансах этого проекта, друзья. Первый, главный нюанс. Хозяину нужно было этот кемпер еще вчера, вот, забрать, да, грубо говоря. Но при этом он зрел для доставки его сюда и перед, ну, расширения возможностей энергетических в течение года. И получалось так, мы проработали проект год назад, время прошло, часть забылась, записи утрачены, проект переигрывался и все остальное. То есть на тот момент мы там рассчитывали, ну, максимум на 250-ю панель, сейчас уже будет 400-я. Вот, далее, также финансовый момент, друзья, финансы. То есть там основные средства пойдут на материалы за работу. Ну, если там я что-то и возьму, то это будет, ну, явно ниже рынка переделки. Но, опять же, друзья, я постараюсь, конечно, сделать максимально качественно и функционально из того, что можно, да. Потому что, по большому счету, там переделывать надо, ну, в корне все. Приход энергии, расход, прокладывать новые провода отдельные, вот. Здесь покупать и подбирать правильное оборудование, именно инвертор. Не вот этот китайская фигня, непонятная, большого размера и ненужной мощности, и то, если она там есть. А нормальный сибвольт, чистый синус и все такое. Вот, соответственно, тоже это вот все быстро нельзя сделать. Вы видите, сейчас панель заказываем со Ставрополя. Контроллер еду в Пятигорск брать, там же возьму провода. Рубильники байпасные, трехпозиционные, точнее, для включения энергии от розетки и от инвертора. Сейчас в третьем магазине буду брать. То есть, видите, нету такого, что вот все оно лежало, готовилось и, хопа, оно превратилось быстро в автодом. Нет. Придется все это дело сейчас дорабатывать. Понимаете? Поэтому, друзья, не судите прежде всего меня строго, да, что там, допустим, останутся вот эти сопли с проводами. Да, тот же вот спаленный мною телевизор, это моя теперь проблема. Почему? Ну, по качану, понимаете? С другой стороны, хорошо, что его не спалил хозяин, да, потому что, ну, мало ли, что он еще бы подключил к этому переменному напряжению, да, прям сразу с трансформатора выходящего. Вот, не все. Если светодиод, как раз вы видели, мерцание у него, то телевизор и его блок подсветки это не выдержал. Первое место, куда мы заедем с вами, это к Антону. Это человек, у которого тоже есть такой кемпер и кому я делал уже солнечные панели на нем. Смотрите, какой фокус, фокус. С Антоном за кадром поговорили, автодом себя чувствует хорошо, энергия идет отлично. У Антона была просто вот такая проходка, да, сезонно заказывать и придет через полторы недели, раньше нету. А кемпер нужно успеть сдать до выходных, сегодня понедельник. Вот, теперь ему громаднейшее спасибо Антону, вот, что помог. Вот, и едем теперь к Владимиру. Так, забрал я у Владимира, привет всем, с супругой они. Забрал контроллер, вот, так что, друзья, это вот то, что с Калмыкии приехал ветряк с контроллером, и тут вон постучите, открою, сгорело, да, вот такая вот всего лишь мелочь. Тоже, скорее всего, с ветряка мощность подали без подключения к аккумулятору, и все, и он помер. Кстати, вот, видишь, да, развалилось, надо будет новую сюда купить. И Владимир поставил обычную такую DC-DC, которая дает 5 вольт. Все, видите, вот, когда есть специалист, ну, фиг ли голову ломать, он знает уже, что, как, как лечить. Все, Владимир будет ремонтировать телевизор, который я спалил. Ну, он умеет, и я всегда рад к нему приехать в гости. Блок закажет, поменяет, все проверит. Плюс, он напечатает мне вот такие вот крышечки проходные для автодомов на 3D принтере. Непеля будем применять стандартные, как вот она, эта крышечка сделана на 3D принтере, и стандартные изоляционные непеля. Ребят, это вот как раз наглядный пример кооперации, взаимодействия для достижения итоговых целей. Не всегда, ну, некоторые индивидуумы начинают рассказывать, что я, я вот, Миша, да, нифига ничего не могу делать сам, нифига там, только проводочки соединяют. Друзья, так мне и не нужно это все делать самому, и вам и нужно это делать все самим. Просто кооперация, вся экономика мира держится только на кооперации. Немножечко я по полям решил прокатиться, потому что у нас там что-то делают в Лермонтово дорогу, вот, а вот пришла, надо уже собраться, как-то сходить на него. Это вот та гора, которую вы видите часто на моих видео, на заднем фоне, когда я на крыше. Вот так она выглядит с подножья. Третья, она с той стороны, за вот этой спрятанная. Взял, значит, здесь контроллер в электротехнологиях, щиток, не буду собирать, два автомата для солнца, для аккумуляторов, кабель, и еще, смотрите, друзья, покажу. Ну вот, смотрите, с честной синусоидой, киловатт, 12 вольт, инвертор 17-30 и 16-200, здесь 800 ватт. Ну и наш инвертор SIP-контакт на полтора киловатта, 21-200, 12 вольт. Ну все, четко с режимом сна, о чем я ранее вам говорил, да, со спящим, то есть его не надо будет каждый раз выключать, если что, если не нужны 220 вольт. А с тем, наверняка, блин, могут забыть его, загнать машину под навес, солнечные панели не будут давать энергию, и тот инвертор прям высадит в ноль аккумулятор, ну не в ноль, точнее, до отсечки, но будет нюанс. Об этом я, конечно, людям скажу, чтобы они имели в виду, ну вот такой бы со спящим режимом очень хорошо бы здесь подошел бы в этом автодоме. Спасибо этому дому, едем к другому. Друзья, немного порассуждаем, смотрите, солнечные панели наверху, да, два варианта установки контроллера заряда, но аккумулятор, который сейчас стоит здесь, да, он в любом случае переносится в кунг. Вот сюда, вот в эту правую часть, да, если на него лицом смотреть, здесь будет стоять и аккумулятор, и здесь же будет стоять контроллер заряда с группой безопасности. Здесь отверстий более чем достаточно, так что даже если здесь будет стоять автомобильный, а не GM, да, какой-нибудь необслужимый аккумулятор, то вон тут отверстий для выхода водорода более чем достаточно. Где ставить контроллер заряда, да, здесь красиво, удобно, мониторить можно, ну хотя тут шкафчик, вещи висят, да, но там можно их прислонить в сторону. Но здесь у нас идет 9-10 ампер, ну пусть даже 11-12, там самый офигенный, да, период времени, от солнечных панелей до контроллера. А вот от контроллера после преобразования высокого напряжения и малого тока в низкое напряжение и большой ток, пойдет уже порядка 30, в идеальном случае 40 ампер, да, до аккумулятора. Соответственно, понимаете, какое длинное расстояние надо передать эти 40 ампер, поэтому не вариант. Соответственно, с крыши низкий ток, высокое напряжение по кабелю солнечных панелей мы подаем туда и там же устанавливаем и контроллер заряда. Здесь вот такой порожек был, я его снял, то есть пройдет кабель здесь и в самом порожке насверлим вот так отверстие. Про место установки аккумулятора. Человек пока не дал мне тот аккумулятор, который будет, но он сказал, что у него 100 амперный, у меня здесь 100 амперный старый аккумулятор, он будет у нас как эталон размерности, да. Смотрите, сейчас поближе вам покажу, где человек хочет, ну и будем устанавливать этот аккумулятор. Сейчас он стоит вот в этой части, то есть задней части от оси самого, ну, центра, как бы колес, да, самого этого кемпера. То есть тяжесть сейчас в зад. Перенесем мы его сюда, вот. То есть эти там, сколько килограмм у сотки, сотка у нас весит, вес 30 килограмм, вот. Он будет здесь, плюс здесь же будет еще инвертор. Ну, то есть я думаю, что килограмм на 40 мы точно эту часть переднюю утяжелим. Но размещение груза впереди, вот, это лучше, если бы размещался этот же груз сзади этого кемпера. Так что просто это мы должны учитывать. Теперь что нам стоит дом построить, да, на рисунку он же. Человек говорит, вот сюда поставлю и аккумулятор, и все. Но, друзья, это все тонкий пластик. Но даже если он не тонкий и на кочках не быстро его, да, расшатает и проломит эти 30 килограмм, то вот здесь вот, друзья, снизу я вам сейчас покажу. Ну вот оно, вот, 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 вот. И вот здесь, чисто на герметике, вот эта чаша пластиковая закреплена к стене дома. То есть здесь будет медленно подвесом расшатываться, и тоже эта часть вся начнет уходить вниз. Здесь есть вот эта опорная пластина, и я думаю, что ее мы будем использовать как несущий элемент для установки аккумулятора. Но, чтобы ее использовать, вот здесь видно, вот она, клепка, где-то вот досюда, вот эта пластина. Вот на нее сейчас надо будет, вот в этой части, делать какую-то опорную площадку здесь. Вот, да, не отрицаю, возможно, с давлением на вот этот пластик, но только, так сказать, компенсационное поддерживание, да. А основная несущая способность будет выполняться именно вот тут вот точками опоры. Туда, вдаль ставить, я вообще не вижу смысла аккумулятор, потому что, говорю, он продавит нафиг весь этот пластик на кочках. Если не на первых, так на вторых. Приехала по-новому. Долго ли умею. Она еще и черненькая, блин, а я заказал эти подвесы, знал бы, что она черная, крепление бы тоже черное заказал, но заказал блестящую нержавейку, не крашеную. Ну, ладно. Вот руки бы упаковщиком вот этим вот пооттетывать. Так потом проблемно эти наклейки отдирать, клей точнее их. Не всегда они нормально. Иногда слой, вот как сейчас, клея остается. И вот здесь тоже, да. А потом, блин, это все оттирать надо. Талонги 435 метр тринадцать с половиной на метр семьдесят два. То есть этот размер ляжет вот по вот этой длинной стороне, как раз на крышу этого кемпера, да. Я сейчас вам покажу. А, плюс еще. Здесь толщина рамки три сантиметра. Это тоже в плюсы. Я тоже вам расскажу, почему он в плюс. И почему здесь будет крепление, именно то крепление на уголках, а не на рейлингах специализированных. Для крепления солнечных панелей я вам тоже объясню. Далее, смотрите. Здесь длинные поводочки. Это как бы упростит, да. Аккуратно можно будет в край собрать. Близко, так скажем, к краю кемпера, да. Соединительные поводки. Но давайте я вам покажу. У меня есть тоже 450 панель. Но у нее совсем другой размер. Да, здесь 450, сразу я вам скажу. Ну, у нее, смотрите, здесь сразу длина 2,10. И ширина чуть больше метра. Да, метр четыре в чистоте. То есть вот такая 450-ка, она бы туда не поместилась. Ну, не поместилась в рамки крыши. Давайте теперь поговорим о способах крепления панелей, да. На вот таких кемперах. Да, конечно, идеальный вариант. Идеальный вариант. Это вот на автодоме. Я пока положу вам. Будем об этом тоже разговаривать. Смотрите, идеальный вариант на автодомах. Вот на таких вот, да, бусиках, где есть закладные под рейлинги, под багажник. Вот оно, да. Вон там видно явно отверстие крепежное. Вот оно, видите, болтик. Заглушку убираем. Все. И вот в эту часть, также, где у меня сейчас рейлинги прикручены, мы можем варить металлическую, ну, металлическую, либо алюминиевую, да, конструкцию, и ее закреплять в эти оригинальные крепежки. Все, никаких самодельных отверстий, никаких протечек, все идет с завода. Но вот в таких кемперах, да, где нету этих закладных, один вариант, это закрутка вот таких вот элек крепежных и обычных профилей для солнечных панелей. Вот такого типа, вот, видите, вот так крепим. Вот здесь вот в краю, да, этого кемпера идет брусочек. В него мы вот так, ну, в данном случае, вот так вкручиваем эту крепежку, кидаем одну опору, вторую опору, и сверху ложим панель. Вот, но, смотрите, конкретно в этом случае, друзья, ставилась у меня передо мной задача такая. У человека этот кемпер стоит под навесом, и вот этот козырек, не обращайте внимания там на кастрюльку, вон она, там просто нету почему-то козырька защитного грибочка, и когда шел дождик, внутрь попадала вода. Я не знаю, хозяин ее где-то потерял, и на подороге. Ну, суть, вот этот козырек, вот этот грибочек, он четенько заходит под навес, и панель не должна была торчать выше, чем этот козырек. Смотрите, даже если я применю вот такой крепеж здесь, он будет заподлицо, несущая, да, рельса, рейлинг, сверху панель даже 3 сантиметра уже выйдет за габарит этого козырька. Вот, то есть она будет больше, выше. Если бы была 3,5 сантиметра, вообще бы панель торчала сверху, да, вот, поэтому вот от такого вида крепления я отказался. Попасть здесь ровно в брусок, отверстия тут смещены, да, тоже, возможно, не получилось бы. Вот, поэтому я принял решение крепиться в подложку, которая там снизу, да, ДСП, или, ну, там не ДСП, там, скорее всего, фанера внизу под этой кровлей, и к ней крепиться. Смотрите, еще ребята с Волгограда мне подсказывали, что они клеются, клеются, уголки клеют на специальный герметик какой-то там армированный, который металл к металлу держит так крепко, чтобы просто не оторвать. Но, друзья, одно дело, когда у вас есть ровное, да, покрытие металлическое, да, и оно вот так не барабанит. Смотрите. Вот, я не знаю, вы волну эту видите, нет? Ну, смотрите, вот это вот ровно настолько я могу продавить, и так по всей длине этой кровли. Вот, вот как к этому можно приклеиться, чтобы оно вот так не стало играть на ветру, вся эта панелька, да, и ее вот так медленно, ну, верно, не отрывало на приклеенных этих вот уголках. Соответственно, здесь только сверлить кровлю, герметизировать это хорошо, максимально закрепляться в подложку. Найти здесь где-то брусок, возможно, да, несущий под крышей невозможно без вскрытия потолка. А вскрытие потолка – это полностью разбор всех этих полочек, потому что, смотрите, это все цельное, оно вот тут пошло, зашло в шкаф, ну, здесь нету декоративной накладки, то есть надо разбирать еще всю мебель, чтобы можно было какую-то закладную там под кровлей толстую, да, положить, либо вообще шурупами, то есть не просто шурупами, да, по дереву, а именно винтовыми болтами там, шестеркой, восьмеркой, притянуться к основанию кровли. Это было бы вообще идеально, но надо разбирать весь потолок, представляете, объем работ. Поэтому мы пойдем другим путем. Можно было бы найти 300-ваттную панель, там 330-ю, да, она бы в размер была, ну, меньше, чем кровля легла бы, можно было бы, но есть 430-е в таком же размере, да, по ширине, почему бы не применить ее, много энергии не бывает. Да, рассверлил я, друзья, отверстие, смотрите, алюминиевый лист, как я говорил, там утеплитель, и под утеплителем сразу обшивка внутренняя, вот это уже обшивка идет, то есть на ней лежит крыша, на слое пенопласта, то есть закрепиться там даже не за что. Так, друзья, ну, за кадром, я думаю, вы поняли, что я собрал здесь все, и также собрал вот такой поддон для крепления аккумулятора. Сейчас в двух словах объясню, я ранее вам показывал, да, у нас есть здесь вот несущая балка, вот она она, вот она, видите, вот, в нее мы сверливаемся, вот этой частью, вот, сейчас я вам так быстренько, наглядно покажу, да, вот так тут внедряется она, вот, а вот эти части мы изгибаем с вами, ну, я изгибаю, вы мне помогаете, помогает тут Сергей, еще за кадром, он стесняется, вот, но изгибаем буквой ЗЮ, и еще всверливаемся в эту фанеру, вот, чтобы вот эта часть вниз не проходила, то есть у нас будет опора аккумулятора на железо, рамы именно дышло, и на конструкцию плотную именно стены автодома, то есть вниз на вот этот пластик ничего давить физически не будет, и сейчас дальше покажу, как крепиться здесь будет аккумулятор, чтобы его не вырвало. Так, переднюю часть закрепил, сейчас дальше расскажу вам, опять же, вот почему я не хочу крепить, видите, вот уголок вот такой специализированный, из нержавейки, два отверстия, и можно наклепки, либо над, как она, рожимуны, вот такие вот закладные, и потом под болт, да, прикрепить, потому что, вот опять же, смотрите, как, ну, на алюминиевом листике, минимум тут крепежа, вот, поэтому я пошел другим путем, я купил профильную трубу 4 на 2, 4 на 2 сантиметра, вот, ее закрепил, вот здесь идет брусок деревянный, да, который, ну, является каркасом этого строения, то есть двумя саморезами загерметизировал, все, эта часть дальше, по центру, да, прошли сквозь, в потолочное, короче, перекрытие, не перекрытие, точнее, обшивку, там я дальше вам покажу болтик, и точно так же с той стороны, смотрите, именно это позволило нам, обратите внимание, на высоту грибочка, вон он грибочек, и высоту панельки, то есть только вот такое расположение, панели, максимально низкая, кровли, хотя там есть зазор, все нормально, друзья, не переживайте, ну, еще тот часть, та часть задняя поднимется, когда я там профиль задний размещу, вот, то есть и мы не вышли за габариты грибочка, то есть человек нормально заедет под навес, вот, не высоко, и в то же время мы распределили нагрузку из вот этих тоненьких железочек, вот, алюминиевая, смотрите, как она, даже вот зазор, видите, проминается, ну, как вот на нем, может что-то даже приклеенное держаться, не понимаю, поэтому здесь четко, все твердо, и распределили нагрузку, раз, два, две точки там, две точки здесь, и одна точка по центру, так что, ну, я не знаю, только если физически зацепиться чем-то, панелью, и отрывать ее, короче, вместе с креплением, тогда да, и вот так красивенько, с той стороны все загерметизировано, здесь просто мебельный болтик, ну, судя вот по этому крепежу, это не самое страшное, да, вот, ну, судя вот по таким врезкам, вот таким проводочкам проложенным, вот таким вот выключателем, это не самое, а, ну вот, провод тоже ведется, да, на самом деле, вот эта вот шляпка мебельного болта, не самая страшная в декоре, все, вот так закрепился к рельсе, по два болтика здесь, здесь, все, здесь загерметизировано, здесь загерметизировано, все отлично, и, главное, не выше этого козыречка, все отлично, теперь внедряем подставку под аккумулятор, и сейчас я вам покажу, как я все-таки буду крепить, конкретно здесь, от выскакивания на кочках аккумулятора, вот такая корзинка, друзья, все, я ставлю аккумулятор, длина проводников, вот этих, от контроллера, от инвертора, рассчитана так, что, как не ставь аккумулятор, хоть туда контактами, хоть сюда плюс-минус перепутать, или если с одной стороны аккумулятора будут контакты, они достанут в любом случае, то есть сделано сразу с запасом, чтобы не привязываться к какой-то определенной марке, и виду аккумулятора, в данном случае могу поставить контактами, видите, туда, к стеночке, стяжку продел кольцом под этой рамкой, там оставил место, и сейчас отрежем с небольшим запасом, обязательно обождите, и на трещотке, но он уже не двигается, ни влево, ни вправо, но, внизу здесь еще, можно вот так уголочками, причем я не буду делать это, ну сразу, под какой-то опять же размер, вот аккумулятора, чтобы эти уголочки легко можно было выкрутить, и перекрутить под другой размер, да, вот так, делал подписи, блин, конечно, почерк у меня не очень, еще размазался, в общем, как я говорил, вверх это инвертор, 220 вольт, трехпозиционный рубильник, вниз, это подключение, когда к сети человек будет подключаться, и у него в домике будет от внешнего подключения, 220 вольт, солнечная панель, аккумулятор, контроллер, 12 вольт внутрь, и резервный рубильник, там я еще заложил, сейчас покажу, внутри резервный проводник, пусть он будет, потому что он помещался, я его заложил, для того, чтобы привести энергию спереди, я использовал 4 на 4, короче, кабель, и вот два проводника осталось свободных, еще я все-таки решил перебрать всю систему, вот именно уже альтернативную, через вот такую колодку предохранителя, ставлю ее в эту коробку, распределительную, чтобы чисто автоматы были, и так как здесь система сделана так, что когда подается внешний 12 вольт, здесь размыкается, замыкается, точнее катушка у реле, которая отключает 12 вольт, которые бы в этот момент шли, от стабильного трансформатора этого, точнее, извините, внешней сети, 220 вольт преобразовывают в 12 вольт, вот, и так как здесь 12, соответственно, не так сильно греется катушка, при напряжении 14,4 полного заряда, аккумулятора, эта катушка очень сильно греется, соответственно, это слабое звено, поэтому всю постоянку, я переведу уже отдельно, вот здесь где-нибудь сделаем эту коробочку, вот так как-нибудь, но именно отдельно, без вот этой системы, в любом случае, этот трансформатор я вывел вообще, из эксплуатации, он не будет не питать 12 вольт в домике, не подзаряжать аккумулятор, то есть он здесь стал лишним, все равно напряжение на трансформаторе, на выходе 12 вольт выше, оно не поднимается, то есть нормально, полноценно зарядить разряженный аккумулятор, это не получится, с помощью этого трансформатора, также здесь есть солнечная панель, все, она будет поддерживать нормальное напряжение, но если даже так случится, что люди, допустим, загонят этот кемпер под навес, где он у них хранится, солнечная панель не будет давать энергию, и аккумулятор, ну забудут они еще там, допустим, инвертор выключить, и холостой ход контроллера, плюс каких-то там лампочек, у них ожидания там ночью светятся, вот эти все холостые ходы, допустим, съедят напряжение в аккумуляторе, но это тоже решаемая, как бы проблема, я это все предусмотрел, вывел отдельную вот такую розетку 220 вольт, в ней появляется напряжение, как только мы подключаемся внешним, короче, ну кабелем к внешней сети, и когда здесь появляется 220 вольт, любое зарядное устройство, которое можно купить на Алиэкспресс, в данном случае, вот автоматическое на 6 ампер зарядного тока, все тупо хозяева здесь подключают, втыкают 220 вольт, ну сейчас он, друзья, отключенный от внешней сети, здесь появляется 220 вольт, накидывают плюс-минус на аккумулятор, и подключившись дома, подзаряжают этот аккумулятор, можно даже на постоянку подключить, закрепить здесь зарядное устройство, вот такое вот, в данном случае, он уже заряжен аккумулятор, ну потому что по факту, первая стадия заряда, от солнечных панелей работает, кстати, в нашу пасмурную погоду, ну да, уже вот 1 ампер, и падает заряд, то есть сейчас включится вторая, аккумулятор полностью заряжен, все, вот так вот, как только подключился я к сети, видите, да, пошла зарядка от отдельного зарядного устройства, и не нужно будет людям ничего мучиться с этими старыми трансформаторами, которые... подаем плюсы на одну сторону предохранителей, забираем с другой, также здесь в этой колодочке есть запасные, ну и вариант расширения, на номиналы не смотрите, они сейчас не в соответствии со схемой, которая вот здесь, я здесь сделаю, ну как и здесь, хотя вот тоже 7,5 ампер, а здесь такого номинала нет, ну надо будет поспрашивать, ну все, вот так, с 1 по 6 свободные, 7 свет, 8 помп, по 9 холодильник, не грохнуться бы, друзья, ну что, вот так выглядит панелька, сверху, это типа квадрокоптер у меня, вот, можно ли было сюда положить больше, да, ватт, 500 ватт, допустим, вместо 400, возможно, возможно, можно было бы, если положить вот так, 250, и с той стороны 250, все же возможно, возможно, но конкретно здесь я положил 430, как есть, у идеальных монтажников, тут можно и 700 ватт положить, вообще без проблем, только, они же не понимают, да, как это лежит, какие размеры, как это все будет сопрягаться, с одним МППТ контроллером, они просто судят о возможностях укладки энергии, да, на крыше автодомов, или, в данном случае, кемперов, просто по площади, да, а вот, как крепить это все дело, чтобы не улетело, как это дружить с контроллером, их не волнует, все, вот, Миша, ты положил 430, а я бы там положил бы 700, молодец, здесь свет, вот такой точечный, здесь, здесь летка растянута, здесь, это ленточка растянута, но все работает, вот такие вот выключатели, это не я, друзья, если что, делал, это все здесь было, ну, просто вам показываю, да, мощно сейчас освещение, холодильник не работает, но мы его под 12 вольт включим, вот, что у нас по 12 вольт, ну, вроде все, холодильник, да, а, ну, можно помпочку еще включить, ну, воду жалко, друзья, я просто хочу вам показать, сколько сейчас идет вот по линии 12 вольт на потребителей да когда будем считать что все потребители на текущий момент которые здесь установлены в данном случае контроллер сам может нам показать то есть от солнца идет час 4 34 4 ампера а в нагрузку идет 10 ампер то есть около 120 130 ватт напомню через этот контроллер можно на нагрузке пустить 240 ватт до все нагрузки по линии 12 вольт я пустил через контроллер он является ограничителем разряда для аккумулятора если люди вдруг так случится разрядят аккумулятор чтобы это не произошло фатально для аккумулятора я выставил 11 вольт нижний порог напряжения с этих двух контактов снимется напряжение и у них везде выключится свет и соответственно либо они подключаются к линии 220 вольт и через отдельное зарядное устройство заряжают аккумуляторы и тем самым еще и освещение себе начинают иметь контроллер увидит подъем напряжения на аккумуляторе и опять же включит эти контакты луат вот сейчас они в режиме включены всегда стоят ну опять же включены всегда но по напряжению аккумулятора они отключатся все повторим вверх инверторные 220 вниз при подключении к сети солнечная панель акб контроллер 12 вольт и автомат резерва здесь я применил для 12 вольт для переменки 16 автомата вполне это нормально и надо обязательно человеку сказать и предупредить его чтоб он не забывал выключать инвертор если не пользуется 220 ну все друзья у нас закат уже жду хозяина позвонил приедет подсоединим клеммную колодку до к автомобилю посмотрим что работают все короче стопы моп и повороты вот я отключил зарядку от генератора ну вообще от автомобиля вот надеюсь правильно провод отсоединил но если вы не увидите после продолжения значит все заработало а если увидите то значит что то пошло не так используйте альтернативу там где это можно нужно и выгодно делать всем пока друзья уже совсем совсем ночное включение в общем люди приехали проверили мы стоп и моп и все работает все отлично вот тут поставили вот такой все-таки аккумулятор человек сказал потом купит но другой вот видите опять же универсально хоп три деления притянули ремешками все держится и также подключили короче проводник который идет вот в этом разъеме дающий 12 вольт от авто напрямую до без стопов без ничего он подключался к холодильнику сам этот кемпер позволяет на ходу холодильник 12 вольт разряжать но в общем эту энергию от автомобиля завели на зарядку аккумулятора с камеры зарядка пока аккумуляторы оба заряжены там перетоки 23 ампера по проводникам 4 квадрата идут ну это это у меня 4 квадрата вот тут заложены доп как я вам ранее говорил а здесь вот в этом проводничке там два с половиной ну пока более 10 ой более 2 ампер 3 не видел я перетока когда заводится машина вот но поставил там дополнительно он задействовал первый и второй предохранитель поставил по 25 ампер на плюс на минус вывел и уже будем смотреть если полностью разряженный аккумулятор будет и не дай бог начнет большой ток то выгорят эти предохранители друзья сразу сразу говорю плату dcdc которая может регулировать ток и напряжение ставить не стали вот потому что но она хоть и копеечная но ее долго ждать и все остальное люди пока проверяют так если будет вдруг перегорать предохранители тогда задумаемся уже об установке этой диски но пока все нормально то есть машину подключили она начала заряжать этот аккумулятор если у машины сядет днем аккумулятора здесь будет 14 вольт до заряженный от солнца тут туда будет течь ну тоже какой-то ток ну я думаю не смертельный